Традиционно в картинной галерее в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» прошел концерт лекторий «Музыка русской души». По словам директора картинной галереи Александра Камшилова, посетители уже не первый год остаются довольны форматом мероприятия. Чем формат хорош? Ну, тем, что можно вечером пригласить людей, никто не работает, во-первых. Во-вторых, люди могут вечером подсветить не сиденье у телевизора или там вязанию или еще чему-то, а куда-то выйти, выйти в наши залы, посмотреть наши выставки, послушать наших, в общем, наш концерт. Наверное, со временем мы будем применять какие-то другие еще методы, наверное, будем показывать какие-нибудь фильмы, что-то рассказывать, что-то тематическое. Ну, будем думать, будем искать. Мероприятие состояло из двух частей. В первой гости картинной галереи смогли насладиться композициями русского фольклора, послушать церковные песнопения и авторские песни о России. Во второй – познакомиться с выставкой картин Валерия Берегова, а также пообщаться с самим автором. Вот сегодня мы принимаем участие в «Ночь искусств». Я сегодня буду петь колыбельную песню, вспоминать, как пели такие песенки в старину. Котя, котенька, кокоток, котика, серенька и хвосток, Пади, котик, ночевать, колыбельечку качать. Уже, как и я, тебе коту, за работу да и заплачу, Дам кусочек пирога, целенок рынку молока. Ох! Также для гостей провели экскурсии по другим выставкам картинной галереи. Посетители смогли запечатлеть действующие экспонаты, пройтись по залам и просто насладиться старинным особняком Горбунова. Мы посмотрели местных художников, посмотрели выставки и экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной. Все очень понравилось, потому что это не только информативно для взрослых, но и для детей, для подрастающего поколения. Потому что, конечно, мы-то в свое время были свидетелями хотя бы тех героев, которые в то время были. Дети-то этого не видели, не знают, поэтому лишний раз с этим столкнуться, это почувствовать, это потрогать. Это ценно всегда было, тем более, когда можно непосредственно и послушать, и окунуться, и прочувствовать ту страшную атмосферу того периода нашей страны. Несомненно, в этот вечер всех присутствующих собрала в одном месте любовь к музыке. Ведь через нее можно воздействовать на душу человека и укреплять его внутренний настрой. Меняются люди, появляются современные технологии, но музыка остается такой же через века. Виктория Семенова, Виталий Сгриньков, телеканал Фурманов ТВ.